Владимир и Сергей чинят электросети в зоне боевых действий третий год подряд. Нередко под свист пуль. Понимают, дело опасное, но эту работу кто-то должен делать. Когда попытались дать свет, и получалось. Люди встречали, хлопали, кланялись некоторые. Ну, тоже дорогого стоит. Когда Авдеевка осталась без света, бригады Сергея и Владимира выезжали каждый день, но из-за постоянных обстрелов работать не могли. Страх то, что ты в поле находишься, что почти спрятаться только механизм какой-то, машина или маленький овраг. Ни зданий, ни сооружений нет. Несмотря на опасность, свет в Авдеевку вернули. Сергея Гречку и Владимира Побезинского наградил лично президент. Сегодня энергетики принимали поздравления от руководства компании ДТЭК. Наших ребят, представителей простой мирной профессии, наградила орденами за военный подвиг. Руководство страны выразило уважение к тому, что делает ДТЭК даже в этих сложных условиях. Энергетики работают в Авдеевке под звуки взрывающихся снарядов. Зона обстрела в километре от этой улицы. В следствии того, что страшно стрелять, когда били эти самые градусы. Дома побило и провода побрывало. Но свет в дома нужно вернуть сегодня. Слишком долго люди сидят в темноте. Это один участок, только две трансформаторные подстанции. От двух трансформаторных подстанций питалось порядка шести улиц, которые не были подключены. К привычной жизни вернулись больницы, магазины, школы. Пятиклассница Катя радуется. Домашние задания больше не придется делать при свечах. Мама брала свечки, фонарики. В месте стабильно, нормально работают банкоматы, работают банковские установки, работают казначейство. То есть работают все те органы, которые обеспечивают идеальность места. Ну, також вы видите, магазины открыты. Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, и Коксахим до сих пор получают электричество от одной линии, говорят на заводе. И предприятие подает свет и тепло людям в ущерб работе. Пропускная способность линии с учетом ее повреждения около 15 мегаватт. Пять потребляет Авдеевка, два ДФС, нам остается восемь, и нам этого явно недостаточно. Мы веерно отключаем батареи, которые находятся в консервации от обогрева, для того, чтобы иметь возможность отапливать город. Владимир и Сергей уже сегодня возвращаются на работу в Авдеевку, чтобы и дальше делать жизнь людей светлее. Продолжение следует...